За нами находится Пале Джестис. Это дворец правосудия. Здесь в 1925 году происходило совершенно уникальное событие. Здесь некая Мария, а до этого она была Матрена Савельева, судилась с Феликсом Ясуповым. Мария, она же Матрена Савельева, была дочерью Григория Распутина. Она была единственным уцелевшим ребенком. Савельева, она, естественно, поможет, как вы понимаете. Она успела уехать из страны. И дело в том, что Ясупов тоже уехал из страны. И он здесь издал книгу своих воспоминаний. И в этой книге своих воспоминаний он очень подробно описал процесс убийства Распутина. Так вот, она подала аж на 800 тысяч долларов на него за то, что он убил ее отца. Естественно, французская правосудия сказала, что мы не вправе разбираться в делах других стран и другого времени. Поэтому она потерпела фиаско. А затем у нее была тоже совершенно уникальная, удивительная судьба. Она работала укротительницей Львов. Она жила здесь сначала, в Париже, во Франции. Работала укротительницей Львов. Гастролировала под соусом, значит, что дочь безумного монаха. То есть у нее был такой пиар. А потом она эмигрировала отсюда в Америку, в США. И там она тоже сначала работала дрессировщицей. Потом она во время войны Великой Отечественной устроилась клепальщицей на завод. А закончила она свои дни вообще нянькой. Вот такая вот судьба. Также здесь в свое время Петр Первый подсматривал дебаты между адвокатами. Это, конечно, его с одной стороны очень впечатлило, но с другой стороны он понял, что вот такая говорильня на русской почве совершенно неприменима. А дальше, если мы сдвинемся с вами немножко вот сюда... Да, как дворец правосудия, как... Ну, это суд! Это суд! Это интересный герб, это, видимо, к какому там дому принадлежал, кто строил вот эти вот... Это типа как у Мейдичаэра. Ну, что мы видим на этом гербе? Давай посмотрим. А, ну, вот эти три штучки, это значит, что принадлежал к какому-то роду. Что это за штучки? Давай подумаем. Что? Это лилии королевские. Это королевский дом. Это вот три вот этих штучки, это три королевских лилии. Дальше вы видите вот это вот здание. Это вот та самая Сан-Шапель, куда там стоит, как вы называете, очередь, но это не очередь. Очередь тут будет стоять в июле. Концептуальный вопрос. Вопрос заключается в том, почему Париж стал тем, чем он стал. Ну, Париж, это, давайте откровенно говорить, это некий такой пуп земли. Да, то есть мода, архитектура, французская культура, французская кухня и так далее. На самом деле началось все в средние века, при Людовике IX. Дело в том, что сейчас для того, чтобы привлечь туристов к себе, изобретают разные истории. Ну, я не знаю, Лохнесское чудовище. Или открывают какой-то там Диснейленд. Или еще что-то делают. А в средние века была одна единственная область, через которую можно было повысить пассажиропоток. Трафик туристический. И эта область была какая? Церковь, религия, конечно же. Святые мощи, совершенно правильно. Латинский император Булдуин II, он владел святым терновым венцом. Он его заложил венецианским купцам, а денег на то, чтобы выкупить, у него не нашлось. И тогда Ледовик IX решил купить этот, когда он понял, что есть возможность купить, он его купил, вместе с этим он купил еще и гвоздь. И вот это все торжественно доставили сюда. Сначала эти три реликвии хранились в соборе Парижской Богоматери, а потом специально под них была построена вот эта вот святая часовня. И это создало совершенно уникальный прецедент, когда за счет вот такого, ну по сути, пиар-хода Ледовик IX из просто Парижа сделал Париж центром, ну одним из центров христианства. Надо ли говорить, что сюда потянулись огромное количество паломников? И именно это как бы стало, ну такой главной отправной точкой для роста, процветания Парижа и так далее. То есть это некая такая база, на основе которой потом все это родилось. На самом деле мне плохо просто, это я всячески так себя ободрю. Значит, дорогие друзья, 15... ой, извините, 24 августа 1572 года на этой церкви прозвонили колокола. Причем, если почитать, ну серьезные исследования французских краеведов, говорят, что, может быть, и не только на этой, и не столько на этой, но как бы принято считать, что вот здесь, вот на этой вот самой колокольне. Это был сигнал к началу так называемой Варфоломейской ночи. Значит, в чем там был основной замес? Дело в том, что это была как раз-таки та свадьба Генриха IV, про которую я вам рассказывал, и Маргариты Влоа. И сюда, в Париж, съехались вся гугенотская верхушка. А чуть-чуть можно вот гугеноты, это кто такие просто? Гугеноты протестанты. Это протестанты. А они католики в основном здесь все, да? А они в основном здесь, но сейчас уж я не знаю, католики ли они. Тогда, естественно, Франция оплод католицизма. И именно поэтому, например, никогда не брали наши цари французских принцесс. Потому что немецкие принцессы, они более легко конвертировались в православие, потому что они были протестанты. Протестантки. А вот поменять католицизм на православие, это уже совсем другое. Мапы даже жили одно время. Да, 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 это совсем другая история. По Папу Виньон. По Виньон, не Папы, одно время жили. Да, не время. А Виньонские затворники это было, это у них такая еще прозаща. Так вот, Екатерина Медичи, она была жена Генриха Второго. Про Генриха Второго и Екатерину Медичи я вам еще расскажу на площади Багезов. Там, собственно, этому Генриху Второму несчастному заехали копьем в глаз, точнее осколком от копья. И Екатерина Медичи, она вообще приехала из Италии сюда. Ну, три минутки постоите, да, ну, надо же рассказать вам. Не в тепле, только кайфовать. А потом пойдем в церковь и там согреемся. О, как я придумал. Она вышла замуж за Генриха Второго, который не был наследником. Его отец, Франциск Первый, он, в принципе, как бы ее очень неплохо принял. А у него был старший сын, Франциск Второй. И Екатерина Медичи, она из Флоренции. И дело в том, что она представительница достаточно была богатого рода. А тогда во Флоренции случилась революция. Власти захватили революционно настроенные солдаты и матросы. И маленькую девочку Екатерину, ее как бы взяли в заложники. А у нее был родственник. Не кто-нибудь, а римский папа. И римский папа, когда вообще тоже выдавали потом уже, забегая вперед, он пообещал наследство. И мало того, что эта девочка, во-первых, пережила массу всего интересного во время этой осады, потому что она была, ну, такой разменной монетой. Они говорили, что если вы сейчас начнете какие-то действия предпринимать, то мы с этой девочкой... Да, мы эту девочку вот. Соответственно, она вышла замуж за Генриха Второго. А дело в том, что у Генриха Второго тогда уже была любовница Диана... Варфоломейская ночь? Варфоломейская ночь. А может быть, Варфоломейская. Варфо. Варфо? Варфо. Варфоломей. Варфо. Варфоломейская ночь. Варфо. Варфо. Диана де Пуати, которая была старше Генриха Второго на 19 лет. Про Диану де Пуати я вам еще, возможно, расскажу чуть попозже. И она была его, ну, не просто любовницей, а как бы наставительницей и все такое. Поэтому вот это несчастное... Более того, у Екатерины Медичи с Генрихом Вторым очень долгое время не было детей. То есть она основную свою функцию не выполняла. И в какой-то момент Франциск Второй умер. Причем умер от того, что ему один итальянец принес воды попить. Принес попить воды, ну, как бы он постудился. Ну, естественно, первое, что подумает, что это яд. А поскольку итальянец, а она итальянка, то это, конечно же, она. Тра-ля-ля, три рубля. И, в общем, бедная эта несчастная Екатерина Медичи, она все время была между нескольких огней. Когда началась вот эта тема с гугенотами и католиками, она пыталась лавировать. То есть она как только какая-то из сторон усиляется, она начинает поддерживать более слабую. Как только более слабая начинает усиляться, она начинает поддерживать. Поэтому она то, как бы адмирала Калини поддерживала, это один из предводителей гугенотов, то герцогов Гизов, это предводители как раз католической партии, католической лиги. И ее проект Выдачи замуж Маргариты Валуа За Генриха IV Он как раз и был Была попытка Примирить наконец Враждующие стороны И вот они сюда все съехались Мало того, что их очень легко было опознать Потому что они все в черном И до этого там было Покушение на адмирала Калини Надо сказать, что гагеноты тоже были Не сахар И в общем Состоялся совет На котором было принято решение Что пока не поздно Надо с этим как-то решать И считается, что Екатерина Медичи Она была инициатором Этой варфоломейской ночи Но современные серьезные историки Опровергают эту версию Говорят, что она уже приняла как данность Решение совета Но тем не менее На ее плечи ложится большая ответственность И началась вот эта история Настоящая резня Вот есть картинки у меня В папочках А как это выглядело? Что они отсюда побежали? Нет, они не отсюда побежали Они побежали Началось это все В нескольких местах А потом распространилось на весь город Дело в том, что Вот так это было примерно? Ну, примерно Пошли мочить гугенотов Понимаешь, когда толпа Ну, то есть, когда начинается вот эта вот Жажда крови Как бы Это как-то слежный ком Нарастающий И, соответственно Вот так вот это было То есть, они с факелами, с ножами С ножами, с гранатометами Со всеми вот А они компактно где-то жили, что ли? Да? Ну, во-первых, Париж был компактный В тот момент Надо понимать Все знали, где они живут Да, и дело в том, что все знали, где они живут Потому что, я еще раз говорю А, их просто было познать Во-вторых, вы должны понять Средневековый город Ну, это, конечно, немножко постсредневековый город Но все равно еще Это мало того, что очень компактное заведение Во-вторых, люди, которые живут Они знают Номеров домов нет Иногда назвали Улиц-то не было Да, улица, где живет такой-то, например Как только появляется какой-то чужак Все, все в округе знают, что вот он здесь Это он, на самом деле Поэтому вычислить их было очень легко И резня была такая, что там потоки крови в сене И, в общем, ужас Даже Иван Грозный написал осуждающее письмо Екатерине Медичи, что как же так можно Душегубые Не по-христиански Не по-христиански Да, эти люди учат нас ковырять носу А началось все вот с этой вот церкви Внутрь которой мы сейчас пойдем и там погреемся Да? Пошли Значит, вот это место называется Ле-Аль Но если читать правильно Ну, в смысле неправильно, а вот как бы что произносил Лез-Аль Лез-Аль Лез-это артикль Аль-это крыло То есть два крыла Это во времена еще Филиппа Августа Который вот эту стену первую построил Помните, я вам показывал Он выделил здесь два участка для двух гильдий торговцев Соответственно, параллельно с этим здесь было кладбище Оно простиралось вот отсюда И вот до туда от него сохранился только фонтан До которого мы сегодня дойдем Кладбище называлось Кладбище Невинных А почему Невинных? Потому что на нем хоронили А еще не крещенных младенцев Ну и всевозможных там бедняков и так далее Это кладбище Это сейчас вот у нас кладбище Такая огороженная территория Там, в общем-то, ну, особо ничего не происходит А в то время на этом кладбище чего только не было Значит, здесь же играли дети Помогли сюда свинки приходить рыть землю И доставать, вот простите за подробности, все, что там хранилось И это была небольшая проблема А кладбище было очень, ну, такое плотное Потому что, ну, во-первых, в средние века очень много кого убивали И к утру, на самом деле, все вот эти трупы Обнаруженные как в реке, куда их скидывали в сене Так и, в принципе, во всяких заколуках их сюда свозили И в итоге на этом кладбище скопилось такое количество людей То есть там, по некоторым данным, до полутора тысячи человек Могло, ну, со временем, да, наслаиваться на одном месте Более того, земля этого кладбища считалась Она очень быстро разлагает трупы Поэтому вот некоторые священники, которых должны были хранить в других местах Они просили бросить в гроб землю именно с этого кладбища Соответственно, с этим кладбищем было решено покончить Потому что оно было источником, как вы понимаете, заразы и все такое прочее И на этом месте возник рынок Он прекрасно описан в эмиле романа Золя В романе Эмиля Золя «Черева Парижа» Это такая помесь московской хитровки и петербургской сенной площади Да, то есть все самое прекрасное происходило именно здесь И вот эта церковь святого Истафия Санта-Сташ Она там тоже фигурирует периодически А затем здесь поставили уже во второй половине 19 века У меня есть эти картинки В тепле посмотрите Павильоны Павильоны было разработано Был разработан проект Эти павильоны здесь поставили довольно долго И когда их решили снести, парижане этому противились Но их особо не послушались Два из этих павильона, причем, сохранились Один во Франции, а второй вообще в Японии Да, вывезли как некий такой исторический памятник Ну, это такая же судьба, как у нас с Сесиной Точно так же там стояли потом павильоны Проект у Китнера он был построен И потом уже построили вот эту вот красоту неземную Которая, ну, вот, большинством современных критиков архитектурных Считается одной из самых, как бы, вообще, ну, мягко говоря, неудачных Это такой лужковский стиль, да? Лужковский стиль по-парижски Да, и сейчас мы с вами пойдем туда, внутрь церковь Там, помимо всего прочего, присутствуют еще предметы современного и не очень искусства То есть, да, там такой микс Вы это сейчас увидите Тут я вынужден вклиниться с парой пояснений Я там дальше сказал, что Генрих IV убил Равашоль Но это меня, конечно, заклинило Не Равашоль, а Равальяк, конечно же Равашоль, он тоже отличился Но совсем в другое время и совсем по поводу другой личности И еще там будет момент, когда у меня просто пропала запись с рекордера Звук пошел с камеры Ну, там, в принципе, все слышно И этот момент, он закончится И звук вернется, собственно, обратно Вот, опять-таки, как полезно смотреть по сторонам Вот, как бы, такое место Но если мы задерем голову, вот, идите сюда и посмотрим вот туда Вот туда вот мы, если посмотрим То мы увидим надпись на французском языке Что именно на этом месте 14 мая 1610 года Был убит король Генрих IV Дело в том, что вот эти улицы сейчас Они по меркам того времени Это просто, не знаю, широченные проспекты Это вот, не знаю, как Сталин расширил Тверскую Вот буквально Потому что улочки были очень узкие И как это все произошло? Дело в том, что Генрих IV ехал И его карета с тупицей зацепилась за другой Воз с сеном И воспользовавшись ситуацией Католический фанатик Равашоль вскочил И заколол его кинжалом То есть, вот, зацените, как бы, контекст Вот этих средних веков Что совершенно спокойно посреди бела дня На этих узких французских улочках Можно было убить короля И, таким образом, это была его своего рода месть Он, на то, что он бывший гугенот Он не был, как потом выяснилось, представителем Никакой там организации Никакой террористической организации Уж тем более Это был акт одиночки Тем не менее И это случилось прямо вот здесь Вот, на этом месте То есть, памятник ему вы видели на стрелке СТ Стоит Помнишь? На лошади На лошади На лошади Митя, ты с нами? Да, памятник ему стоит там В Нотр-Даме я рассказывал, как происходила Эта прекрасная его свадьба И так далее А убийство произошло вот здесь Есть два моста побратимых Вот этот мост и Троицкий мост в Петербурге Они были построены в ознаменовании Русско-французского союза Если вы сейчас пройдете по этому мосту И внимательно посмотрите на фонари То у основания вы увидите две буквы Р и Ф Соответственно, Рюсси и Франц Дальше там очень интересно сочетание Французского символа петуха И нашего двуглавого орла Да, есть такое Дело в том, что этот русско-французский союз Он был абсолютно неожиданным Точно так же, как было неожиданно В свое время объединение Англии и Франции Во время Крымской войны Этого никто не ждал, потому что они до этого воевали И здесь все было то же самое Никто не ждал, что они будут воевать Никто не ждал, что мы будем объединяться с Францией Поскольку мы недавно воевали с ней Сначала приезжала делегация к нам в Россию Французский флот к нам приплывал Был официальный прием в Петергофе Была очень интересная тема С исполнением Марсельезы Потому что Марсельеза была переделана на русский лад И была запрещена как религиозная песня И вот, соответственно, они приезжают Александр Третий Весь двор, весь фарш И тут вот Марсельеза поет А некоторые, некоторые Тихоря стали подпевать Вот, и полиция на самом деле не знала, что делать Это было не в Петергофе, а уже когда открывали мост непосредственно в Троицке Соответственно, этот мост строился уже в эпоху Николая II Он был назван в честь его отца Александра III непосредственно И я уже вам говорил, что вот Троицкий мост в Петербурге Должен был строить Эфель Но построила французская фирма Ботиньоль Очень часто я слышу такие истории, что они как бы Ну, очень похожи На самом деле они вообще ни разу не похожи Вообще ничем Абсолютно Здесь это более такая помпезная история Там мост более простой С двух сторон вы пройдете еще, загляните Там есть нимфы, это аллегории Одна нимфа, это аллегория Сены А вторая нимфа, это аллегория Невы Да, реки, которая протекает в моем родном городе Ну и, соответственно, в большинстве путеводителей этот мост считается самым красивым Что, наверное, правда, я имею в виду Париж, конечно, да Гост Парижа Клип Адель, если видели, я вот вам говорил Да, да Он снимался как раз на этом мосту Его каким-то чудным образом перекрыли И вот она идет там по набережной, сворачивает сюда И переходит его дальше А вот это вот здание дальше Грам-Пале называется оно, большой дворец Вот такие здания строились для всеверных выставок Можете, причем, можете оценить Причем, как правило, их строили Ну, с расчетом на то, что их потом будут сносить Да, ну, если Эфелеву башню должны были снести, то что же говорить Ну, все вот эти павильоны, вот я вам показывал Наш павильон, немецкий павильон В папочках есть фотографии, потом посмотрите Там очень классная фотка Потому что во время Первой мировой войны Там был устроен лазарет Лазарет И еще там происходили тренировки Французской армии Вот прямо в этом дворце Значит, это место дорого сердцу каждого русского человека Потому что именно здесь художник Павленский Протестовал против системы Пытался чего-то там сжечь К сожалению, французские власти отнеслись с непониманием К его артистическому протесту И приняли его В то время, как я хочу заметить В тоталитарной кровавой России Он себе спокойненько производил хирургические операции на Красной площади Жег Лубянку, его там даже не приняли Вот ведь, как бывает иногда в демократическом обществе Мы с вами находимся на площади Бастилия Слово Бастилия, я уверен, слышали все Значит, стояла она ровно вот там, где вот эта колонна сейчас возвышается И на самом деле она была частью стены крепостной И надо сказать, что вот она выглядела вот так Я сейчас всем покажу Это все есть у вас в папочке У нее была двоякая функция, на самом деле Ну, во-первых, во-первых, она защищала город, естественно Но у нее была еще одна функция Как вы думаете, какая? Тюрьма, совершенно правильно Тогда еще третью Ну, короче, на самом деле, эта функция не Бастилия А функции этих ворот Было несколько ворот Это была еще защитная мера для того, чтобы взимать налоги Чтобы, не дай бог, какие-нибудь товары или еще что-нибудь не проникли в город беспошлино Поэтому, вот на самом деле, одна из причин как раз революции была снизить количество вот этих вот поборов Потому что, когда, например, блюдо доходило до потребителя в трактире Оно уже было обложено от 12 до 19 налогов За то, за все, за пятое-десятое Соответственно, вот эта Бастилия здесь стояла И это была, ну, такая, если говорить символически, как берлинская стена Мы с вами сегодня будем в Пале Рояль По идее, надо, конечно, в обратный идти, но у нас так получается Вот в этом Пале Рояль Там Камиль де Мулена, такой французский поэт В какой-то момент сорганизовал толпу Причем он встал Налепил на себя листики, значит, какого-то там дерева И повел всех на Бастилию Параллельно они захватили несколько единиц оружия Разграбили, но им нужно было еще Потому что Бастилия, помимо всего прочего, это был пороховой склад Потому что ружье это одно, но нужен порох И они сюда пришли На тот момент в Бастилии было всего семь заключенных Из них четыре фальшивомонетчика Два сумасшедших И один убийца Бытует мнение, что там сидел Маркиз де Сад Он действительно там сидел Но на тот момент его там уже не было Зато там приседал, например, Вольтер А вообще один из первых клиентов Это был еще во времена Карла V Его посадили за связь с еврейкой Опасайтесь, иначе сидите в Бастилию Соответственно, они пришли сюда Сначала вокруг Бастилии был огромный широченный ров И сначала, конечно же, были какие-то переговоры Затем комендант согласился принять нескольких парламентариев И вроде там все у них пошло нормально Но некоторые особо одаренные залезли и умудрились вот этот вот мост Подъемный мост опустить В общем, они туда ворвались И тогда нервы у коменданта сдали И он начал по ним стрелять И это был, ну как это, триггер, да Некая такая Господи, декланше У меня с русским проблемой сегодня В общем, некий момент, который Да, да, цепная реакция В общем, туда ворвалась толпа Что этого коменданта, что еще одного, значит, растерзали буквально Этих несчастных узников освободили А надо сказать, что до революции тюрьмы были платными То есть вас сажают, и вы должны сами себя обеспечивать Если у вас нет денег, значит, вы вот скопом на соломе вот так вот лежите А у некоторых, например, у того же Маркиза де Садо У него там был прямо, ну как у него дома То есть у него там были барышни, прислуга, кухня отдельная В общем, все, да, у него все было прекрасно Бесплатные тюрьмы, это завоевание революции французской В общем, они захватили эту крепость И буквально сразу начался ее демонтаж Ну вот реально, очень большие параллели с Берлинской стеной Потому что вот эти вот куски бастилии, они потом продавались как сувениры Причем, естественно, как бы многие продавали не просто обыкновенные кирпичи Ну, люди предприимчивые И здесь после этого была помещена табличка Здесь теперь все танцуют Все будет хорошо На французском языке Если он танц, он и га, он и га Сай га, сай га Это такая строчка из популярной санкелозской песенки А затем здесь был, если вы читали опять-таки собор Парижской Богоматери Здесь была установлена некая статуя Выглядела она вот так вот Это фонтан со слоном Помните, кто там жил? Он здесь стоял достаточно долго Вот еще Это схема Бастилии Нет, это не вымысел, это абсолютно реальная история Стоял здесь этот слон Стоял, стоял, никого не трогал А потом настали времена 1830-х годов Когда случилось то, что во Франции теперь называется Три великих дня Трои Глориоз Это очередная революция И вот уже в честь этой революции Была поставлена вот эта колонна С именами погибших во время этой революции Затем Уже в современное время Было построено вот это красивейшее здание Это такой вот опять-таки лужсковский стиль только города Парижа С него даже Я читал, какое-то время отваливалась вот эта плитка накладная Но тем не менее Здесь одна из самых лучших акустик города Да, это концертный зал Ну и вообще площадь Бастилии с тех пор это одно из центральных мест Ну как бы забастовка во Франции это такой вид спорта То есть как бы пойдем побастуем Здесь бастуют все Адвокаты, мусорщики, работники метрополитена Полицейские один раз бастовали А может быть не один раз Очень часто могут бастовать те, кто вот при вот этой РОР Ну и метрополитен, да, как я сказал Авиадиспетчеры могут бастовать В общем, все это хорошо Поэтому вот эта площадь, она как бы с тех пор Одно из главных, это как это у нас? Болотная Вот в Москве болотная, а здесь это площадь Бастилии Соответственно, это то, что я хотел вам сказать по поводу этого момента Мы с вами сейчас идем на площадь Фагезов Мы с вами находимся на одной из самых красивых и гармоничных площадей Чего ты сказал, города Москвы? Города Парижа и всей Франции Она настолько красивая и гармоничная, что она даже попала на пятифранковую купюру в свое время Вот это изображение, это Виктор Гюго И сзади угадываемый такой ландшафт Вот как раз я говорил вам Вы когда увидите такие здания, вы сразу поймете, что это французская история Позвонят, давай я тогда у тебя заберу В центре как бы памятник Людовику XIII под названием Сяду на пенек, съем пирожок Да, то есть на пеньке Вообще-то площадь была задумана еще при Генрихе IV А до него здесь располагался дворец Турнель Дворец Турнель Вот у меня есть такая карта И вот здесь как раз видна, я сейчас прямо пальцем покажу Вот это Бастилия Бастилия и рядом, вот видите, где деревья И рядом вот дворец Турнель Это вот примерно то, где мы находимся Вот мы были у Бастилии и пришли сюда Что здесь останавливались лица королевского звания Можно так сказать И во время заключения Котокомберийского мира По-моему, так он назывался В общем, это был мир с Испанией Генрих II параллельно еще выдавал свою дочь замуж Здесь был устроен трехдневный турнир Турнир, во время которого люди бились на копьях И все было как примерно, знаете, в Олимпийской системе То есть такие отборочные туры с двух сторон Они друг друга побеждают, побеждают и выходят в финал И вот в первой группе Генрих II, естественно, всех победил А во второй группе всех победил Монгомери И Генриху, причем, было сказано Чтобы он в этом году вообще не старался не участвовать Ни в каких соревнованиях И все такое прочее И в принципе, когда он всех победил Ему сказали, Ваше Величество Может, достаточно? Он сказал, нет, я хочу последнего Монгомери победить Причем Монгомери сам говорил, что Ваше Величество Я готов признать за вами превосходство Но королю не откажешь Соответственно, они сошлись И я смотрел интервью с одним историком Который утверждал даже, специалист по Франции Что Генрих II был настолько понтовый человек Что он даже забрало не стал опускать То есть с открытым забралом дрался Но на самом деле это было относительно безопасно Потому что копья были тупые Просто надо было скинуть человека Так вот, проблема в том, что это копье Оно расщепилось И Генриху II залетело щепой прямо в глаз Его отнесли в этот самый дворец-турнель Амбуаз, известный врач того времени Выхаживал, потому что он прожил еще несколько дней С этой щепкой, которая прошла сквозь мозг И сидела там Более того, амбуаз для того, чтобы он хотел оперировать Генриха II Прежде чем оперировать, он потренировался на нескольких других заключенных Чтобы, как бы, опыт заиметь Тем не менее, Генрих II умер И его супруга Екатерина Медича Она сказала, все, ноги мои здесь больше не будет И она переселилась в дворец Тьюлери Дворец Тьюлери находился... Вот вы были в Лувре Вы когда стоите на пирамиду, смотрите И у вас там два крыла таких Только вот раньше они еще соединялись с дворцом Тьюлери Его сожгли во время парижской коммуны И, собственно, сад, он так и был назван по этому дворцу Соответственно, Екатерина Медича, она туда переехала Затем здесь была организована вот эта совершенно потрясающая площадь Она... абсолютно одинаковые дома Выделяется только два вот этих павильона Павильон королевы и короля И вот так вот она выглядела в то время Это типичная, как бы, картина, изображающая торжества Которые происходили на этой площади Ришелье, или Ришелье, как его правильно называть Задумал здесь еще поставить памятник своему любимому монарху Ледонику 13, мне напоминают Ледонику 13 И чтобы встречать это, как бы, электро-электро-проход В фильме про мушкетюров Ну, на самом деле, вот он выглядел примерно вот так Есть портрет его А потом, уже во время революции Вот чудесная картина Революционно настроенные солдаты и матросы, да, сбивают эту статую То есть она была сбита Площадь простояла здесь пустой До уже 1829 года Когда эта статуя была восстановлена Соответственно, это реплика Как и, в общем-то, большинство статуи королей в Париже Они все практически установлены, потому что их всех посносили И на этой площади, кто только не жил Например, Александр Дюма поселил здесь Леди Винтер Вот сюда, собственно, к ней нити заговора отсюда происходили А вот в том углу, там жил Виктор Гюго В музей и квартиру которого Мы сейчас направимся Благо туда вход бесплатный На самом деле все парижские дома, они вот такие вот То есть, во-первых, у них вглубь уходит все где-то на 4-5 метров У нас сейчас, знаете, постоянно такая есть история Раскопанные дома Мне постоянно присылают ссылки Вот в Москве раскопали И людям даже не приходит в голову Там про культурный слой, про все остальное Соответственно, сейчас бы эти деятели Сказали, что вот этот дом, он специально был так построен Чтобы это было врыто в землю На самом деле, мы сейчас с вами находимся примерно на изначальном уровне города Парижа То есть, вы можете себе представить, насколько это все было Насколько это все наслоилось и прочее Единственное, что это, конечно, такое полуподвальное помещение И вы видите по методу постройки вот эти вот своды Крестообразные Это, как нам сказали, тринадцатый век Причем здесь, на самом деле, насколько я понял из слов этого товарища Чуть ли была не шампа до коммерс То есть, сюда приходили купцы, как бы, свои дела обделывать Так что вот В общем, прикол в том, что изначально Эту оперу должен был строить архитектор из Петербурга Альберт Катаринович Кавос Это человек, по проекту которого построен Иринский театр в Петербурге И по его же проекту был перестроен затем Большой театр в Москве Но надо сказать, что Альберт Катаринович Кавос, который был в прямом родстве с семьей Бенуа Точнее, наоборот, семья Бенуа потом была с ним в прямом родстве К тому моменту уже, ну, как бы сказать, не очень хорошо себя чувствовал Поэтому он, увы и ах, отказался Это не единственный случай Например, Рейхстаг тоже должен был строить петербургский архитектор Банштет Но тоже там не срослось по определенным причинам В итоге строил эту оперу человек по фамилии Гарнии И, собственно, по его фамилии она теперь и называется Это такой самый кичевый образец времен Третьей империи Наполеона Третьего Вот это оно Золь это такая необорочная архитектура Все, как мы любим Мы с вами ходили по центру Парижа Вы видели, какие маленькие узкие улицы Вот раньше Париж, он весь такой был И это было идеально для постройки баррикад Просто, просто идеально И к середине 19 века город, в общем-то, пребывал в состоянии, ну, такой гуманитарной катастрофы Не было, не хватало питьевой воды Никаких, соответственно, гигиенических условий Про все вот эти вот там санузны, ну, господи, канализацию и все остальное я вообще молчу Состояние было ужасающее Были районы Парижа, которые просто были фактически очагами всевозможных холер и так далее Это во-первых Во-вторых, естественно, огромное пространство для деятельности всевозможного жулья, воров, убийц и так далее С этим надо было что-то делать И тогда барон Осман, который тогда был мэром Парижа Он выступил с планом преобразования города План преобразования города выглядел крайне просто Он взял Париж и вот так вот по линейке начертил улицы широкие, которые должны были возникнуть На этом месте Под эту же лавочку перестраивались многие другие здания Вот, например, опять-таки, на Сите там очень интересная была ситуация, когда из одного здания получилось другое Но он столкнулся с тем, что не хватало денег, это же все надо было выкупать И тогда он пригласил братьев Пере, которые были финансистами И предложил им стать фактически соинвесторами За это он им гарантировал, что вот эта земля, которая будет им выкупаться Она будет выкупаться по супер-мега-дешевой цене Они сначала очень долго думали, в итоге согласились и сколотили потом на этом огромное состояние Соответственно, брались старые дома Все это к чертовой бабушке сносилось И возникала вот такая вот, здесь вот типичная как раз панорама перед вами Есть Как это выглядело? О, вот у нас вот разборки Солеп, солеп это плохое слово Тамех, что-то он с его мамой собирается делать Интересно, они будут драться, нет? Нет У меня была совершенно потрясающая ситуация в Нью-Йорке Я, они там все бибикают в Нью-Йорке Я, честно говоря, уже хотел выходить Немножечко, как бы, объяснять мужчина А, как бы, почему вы бибикаете? Вы не пуганный или что? И вот один раз я наблюдал совершенно потрясающую картину Когда такие вот сцепились два человека Один вылез и сказал Вот тебе карточка моего адвоката Значит, в этой опере есть плафон И в этом плафоне зашифровано имя как раз вот этого архитектора Гарни Если приглядеться Мы с вами внутрь туда не пойдем Но, тем не менее, вот таким хитрым образом он себя увековечил Вот прекрасная картина писару моего любимого Которая показывает панораму Художники, вот импрессионисты Очень любили писать как раз вот эти бульвары Потому что это было такое совершенно новое явление Оно совпало с... Вот, кстати, Дега Это сцена из этой оперы Дега очень любил рисовать, писать, точнее, всевозможных балерин Этот момент совпал с организацией в Париже газового освещения И отмечали, что действительно стало гораздо безопаснее ходить И гораздо проще существовать Сейчас я его найду в... Вот, Осман Там у меня просто есть картинка такая замечательная Вот что представлял собой Париж в середине 19 века То есть это абсолютно реальная картина города И таким Париж был вот на две трети Деревянные дома, там папочка Османа такая Если дальше вы там будете листать, соответственно, там тоже всякие вот картинки Вот, шикарная, прекрасная панорама Вот это Париж То есть мы... Дело в том, что вот мы привыкли к Парижу такому Но это Париж преобразованный И вот эти все дома, которые вот здесь стоят Да, а изначально были реально бараки без... Ну вот, шикарная, я считаю, иллюстрация Без канализации Какая канализация в баню? Там не было канализации Вот Пикассо жил на Монмартре Вот Батолу-Вуар, известная мастерская Там не было канализации Там не было отопления Там не было нифига вообще Вот, это все пост носили Естественно, люди протестовали против этого и так далее Вот чудесная картина Вот смотрите, было-стало, показываю Вот это стало, а вот это было Вот стало, было Это на острове Сите Стало, было Вот здесь прямо, видите, показано Вот синеньким Вот как прорубались эти широченные бульвары Помимо всего прочего, эта затея имела еще стратегический характер Дело в том, что на таких широких улицах было гораздо сложнее строить баррикады И они гораздо лучше простреливаются Да Таким образом, барон Осман еще мыслил стратегически Как бы это все Сейчас, у меня тут есть еще одна история Вот прекрасная панорама сверху, где мы находимся Опера Гарнье Как это выглядит Видите, какая широченная улица Совершенно вообще невозможная в средневековом Париже И вот, вот прекрасная Вот так вот это выглядело сначала Вот я вам показываю Вот вдалеке виднеется опера Вот так вот это выглядело Стояли вот такие дома Шикарные Пришел, да, пришел Осман И сделал вот так То есть вот я вам показываю Оп Ну а эти братья, которые две сорта Они сделали в итоге выгодный бизнес? Конечно Они задешево скупили эту землю И на этой земле стали строить свои всевозможные дома и прочее И на этом они очень круто нажились Да Безусловно Практически весь Париж Более того Когда была организована канализация Это было настолько новое, интересное явление Что организовывались экскурсии по этой канализации Да, вот плывут дамочки в лодочках Потому что это было совершенно Я же не знаю, чем они там дышат Но тем не менее Вот это абсолютно реальная картина Посещение, экскурсионное посещение канализации Я, извините вас Вам не предлагаю Вот, кстати, площадь Бастилии строится Вот мы там были Вот это изначальный вид Парижа Да, можете сравнить Конечно, надо было там показывать Но извините Это середина 19 века Вторая половина 19 века Вот, таким образом Все, что мы сейчас имеем в этом стольном граде Парижа Вот, кстати, шикарное Вот мы потом пойдем еще вот сюда Вот, Пале-Рояль Вот шикарная перспектива С видом на оперу И виден этот Пале-Рояль А почему у Османа такая хитрая фамилия? Потому что практически не звучит как-то Осман, но дело в том, что Осман это по-русски А по-пранцузски он через H пишется Хосман Хосман Именно тогда еще в Париже появилось вот такое нововведение Наконец появились уличные писсуары Естественно, только для мужчин Потому что женщина не человек И ей совершенно не обязательно вообще Оправлять свои естественные надобности Поэтому для дам была очень существенная проблема В то время, особенно учитывая платья, в которых они одевались Естественно, надо было максимально, максимально перед выходом из себя все выдавить Потому что не дай бог Не дай бог приспичит И это будет проблема Вот, что, соответственно, касается вот рассказа про это место История стара как мир Изначально здесь стояла статуя Людовика XIV Она простояла ровно сто лет Пока ее не снесли Отгадайте, кто? И отгадайте, когда? Затем уже Наполеон Действительно, он как вот троянская колонна Это был его прототип Он воздвиг сначала колонну здесь Наверх он скромно поставил себя Любимого Говорилось, что эта колонна сделана из пушек Которые отлиты Из пушек, которые были захвачены при Устерлисе И еще ряде его побед Которые мы могли наблюдать на вот этой арке Да, то есть я бы говорил, что куча побед во Франции Но очень мало выигранных войн К Наполеону это тоже относится Затем случилось следующее Случилось вообще, когда вот эту колонну воздвигли Она уже вызывала определенные эмоции Например, Александр I, когда был с дружеским визитом в городе Париже Он посмотрел на нее и сказал У меня бы закружилась голова, если бы я забрался на такую высоту Но надо сказать, что в Петербурге стоит Александровская колонна Александрийский столб Там, конечно, ангел Но лицу этого ангела приданы черты сходства с Александром I То есть он забрался на высоту И голова у него там не закружилась Не особенно А затем случилась крайне интересная история Во время коммуны было очень серьезное движение Чтобы эту колонну снести Есть художник Густав Курбе Вот у него есть одна из самых известных провокационных картин Я тут был в Арсе и ее сфотографировал Хотя до этого я ее видел в Амстердаме почему-то, в музее Она называется «Происхождение мира» Вы не видели такую картину? Я вам сейчас ее покажу, на самом деле Потому что У него, естественно, помимо этого есть другие картины Вы только не подумайте Но она на тот момент была просто запрещена И фактически не экспонировалась, когда он ее написал «Происхождение мира» выглядит вот так Вот эта вот картина Влодить ему не отказывай Густава Курбе Серьезно Происхождение мира Да, пожалуйста Я простимулировал вас тому, чтобы посетить музей Арсе Эта картина написана с одной из его любимых натурщиц Нет, справедливости ради сказать, что у Курбе, конечно, есть и другие картины Например, у него, вот я не знаю, может сегодня успею В малом дворце, ни разу там не был Висит картина еще То ли спящие, то ли что-то Там две голые женщины такие спят в обнимку Это тоже картина, которая Ну, показывала впервые вообще вот эту вот откровенную лесбийскую любовь И так далее В общем, он возглавил Министерство культуры революционное И он-то хотел эту колонну перенести туда, к дому инвалидов, мимо которого мы шли Потому что он говорил, что тогда там проходили только учения И там она, типа, никому глаза не будет мозолить Но толпа Толпа настояла на том, чтобы эту колонну снести Ее снесли Коммуну очень быстро подавили И тогда вновь образованное правительство Оно обратилось к Курбе с вопросом А по какому праву вы снесли эту колонну? И после того, как он не нашелся, что ответить Вот изначально здесь стояла вот такая статуя Людовика XIV На месте этой колонны Причем без пенька, хочу сказать Вообще ни разу Вот эта панорама, как бы, этой площади до этого То есть она, как и площадь Вагезов Была одной из самых таких гармоничных площадей Города Парижа Вот по центру стоит конная статуя Людовика XIV И вот, соответственно, дальше Сейчас где-то у меня тут есть картинки Как Вот Вот эту колонну благополучно Революционно настроенные массы Повергают Ниц Но это редкий случай Когда Произошла обраточка Причем достаточно серьезная и очень жестокая Курбе Вот отличная карикатура На Наполеона Он смотрит, как колонна Сзади падает Британская карикатура Курбе обязали колонну восстановить А надо сказать, что колонна Вот шикарная фотография Она стоит просто под стамент один А надо сказать, что колонна эта стоит адовых денег Ну, любой, любой монумент стоит адовых денег А колонна это тем более И сначала его посадили в тюрьму За это дело Он уже сидя в тюрьме выплачивал А потом он продолжал выплачивать деньги Уже после выхода из тюрьмы Вот шикарная фотография Лежит статуя Наполеона Потом он продолжал выплачивать деньги Выйдя из тюрьмы И в итоге это его разорило И он умер в дикой бедности Поэтому прежде чем чего-то сносить Надо все-таки немножечко пораскинуть мозгами Иначе как бы... иначе труба Вот это такая дивная история Которая связана с этой площадью И с этой колонной конкретно А вот с той стороны, если вы посмотрите Там, видите, написано метр Вот это еще один метр Который как раз-таки эталон Это вот второй метр, сохранившийся Первый я вам показывал напротив Люксембурга А это вот второй метр, который сохранился В конце хочу сказать, что в начале года Я, в общем-то, легко собрал две группы в Париж Две экскурсионные группы в январе-феврале В общем-то, собрал и в марте Но у меня у самого не получилось поехать На август группа не собирается Если у вас есть желание, в принципе, отправиться в Париж Вместе со мной и еще с рядом прекрасных участников То вы просто напишите, какой из месяцев вам подходит В сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Особенно туда хорошо ехать где-то начиная с октября, в принципе Ну и в сентябре там тоже неплохо И если будет набираться состав, хотя бы 10 человек То тогда я буду формировать группу И информировать вас по ходу пьесы Я, при кажется, понимаю, что всем все нужно заранее планировать Отпуск и так далее Поэтому вот сейчас на дворе май Мне кажется, вполне можно понять, что и как У меня есть подробная уже такая памятка, инструкция Что, сколько стоит, сколько денег мне Сколько стоит средний обед, гостиница, все остальное Пишите мне либо ВКонтакте, либо на электронный адрес Который я укажу в описании под этим выпуском И я вам все скину Ну на этом все Оставляйте комментарии И я надеюсь, вы приятно погуляли виртуально по Парижу Просмотрев аж два маршрута в моем исполнении Спасибо, увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok